Несмотря на то, что ни один робот Boston Dynamics до сих пор не продан, каждая видеокомпания мгновенно набирает миллионы просмотров. Но о том, что происходит за кадром, можно судить лишь по редким откровениям Марка Райберта, сделанным им за последний год. Мы собрали всё, о чём проговорился основатель Boston Dynamics в одно видео, чтобы раскрыть вам все тайны таких роботов, как Atlas и Spot Mini. Поэтому сразу ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Погнали! В отличие от множества робототехнических компаний, Boston Dynamics не боится помещать своих роботов в реальные условия и испытывать не только их возможности, но и прочность. Девиз инженеров компании – «Построй, сломай, почини». Поэтому здесь есть как разработчики, так и те, чьей единственной задачей является каждый день ремонтировать сломанных роботов. Самый знаменитый робот-компании – Atlas. Первое, не слишком удачное выступление робота состоялось на DARPA Robotics Challenge, целью которого было создание человекоподобных роботов, способных работать в условиях, предназначенных для людей. Надо сказать, зрелище в основном было жалкое. Это подтверждает мнение, что человекоподобные роботы менее функциональны, устойчивы и эффективны, чем четвероногие. Но Boston Dynamics работает с разными формами и продолжает развивать робота Atlas, хотя признает, что эта модель, вероятно, появится на рынке гораздо позже, чем все остальные. Интересно, что на сегодня сам Марк Райберт видит применение своих роботов в трех сферах – тематические парки и парки аттракционов, склады и охрана в военном или коммерческом секторе. Также есть идеи использовать роботов-компании в строительстве. Но самым перспективным направлением глава Boston Dynamics считает уход за пожилыми людьми и инвалидами. «Я всегда хотел, чтобы роботы помогали мне ухаживать за моими родителями, когда они состарятся, но в действительности они, скорее всего, будут помогать моим детям ухаживать за мной», – говорит Райберт. Роботы Spot Mini должны вот-вот поступить в продажу, но ни дата старта продаж, ни цена до сих пор неизвестны. Но цену эксперты оценивают в 100 тысяч долларов за штуку. Подбор аккумулятора для таких машин – нелегкая задача. На рынке есть множество маленьких батарей для продуктов вроде электрических дрелей и большие батареи для электрокаров, но нет ничего промежуточного. Инженерам Boston Dynamics пришлось много работать над аккумуляторами, чтобы они были безопасны, надежны и легко заменимы. Выводить на рынок Spot Mini будут как платформу для сторонних разработок. Это и дополнительное оборудование, и программное обеспечение. Технические характеристики всех роботов компании мы давали в видео, ссылку на которое вы сейчас видите в подсказке. Главное отличие роботов Boston Dynamics в том, что компания не создает однозадачные устройства. Каждый робот должен понимать, где он находится, и корректировать свои действия, чтобы подстраиваться под текущую ситуацию. Надо сказать, что роботы Boston Dynamics пока не безопасны для человека, поэтому мы так редко видим взаимодействие людей и роботов на видео, исключая такие моменты. Это связано с тем, что вопросы безопасности серьезно усложняют процесс разработки. К тому же, сегодня почти любой может обмануть сенсоры робота, если захочет. Так что пока компания сосредоточена на том, чтобы все базовые задачи выполнялись без сбоев. Кстати, Марк Райберт вообще не считает, что роботы в ближайшее время будут обладать той степенью автономности, которой стоит опасаться, пока они для этого слишком ненадежные и уязвимые. Что в итоге? Boston Dynamics 25 лет работала лишь на то, чтобы сделать своих роботов равным людям и животным, или даже превзойти пресловутые кожаные мешки. Так станет ли робот-атлас от Boston Dynamics в будущем Терминатором? Маловероятно. Он недостаточно умен и слишком дорог. Но нельзя отрицать тот факт, что сегодня мы вживую видим то, что 10 лет назад казалось научной фантастикой. Пишите в комментариях, что думаете о перспективе роботов Boston Dynamics. И не забывайте делиться видео.